Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова предлагаю обратить наше внимание на финансовые рынки, ну и разумеется на тот новостной фон, которым была характеризована вчерашняя торговая сессия. Сделаем это через анализ наших традиционных активов, на которые мы всегда делаем ставку, поскольку они находятся в сфере нашего спекулятивного интереса. Это нефть, рубль, евро, доллар, фунт против доллара, USD, иена, скажу пару слов про австралийца, новозеландца, еще коснемся канадской валюты и швейцарского франка. То есть охватим по сути весь спектр наиболее интересных валютных активов, которые присутствуют на не только рынке Форкс. Сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Величина бонуса сегодня 12%. Поэтому, если вы не воспользовались вчерашним предложением, думаю, что можно воспользоваться сегодняшним, потому что 12% они реально неплохо могут повысить покупательскую способность ваших депозитов. И мы, разумеется, полномерно приближаемся к декабрю, когда у нас запланировано сразу несколько серьезнейших фундаментальных бонг, которые предполагают возможность изменения монетарной политики не только Федеральной озерной системы, не только Соединенных Штатов Америки, но и еврозоны тоже. И если по ФРС мы ждем жестких сигналов, то, что касается Европейского Центрального Банка, здесь больше у нас ориентиры на дополнительные меры экономического смягчения. Давайте обо всем поговорим подробнее. Начнем мы традиционно с нефти. Видим то, что на текущий момент. Актуальные котировки по Brent 44.46. Минимальное значение прошлого дня было, конечно же, гораздо ниже. Клосс 44.20 вчерашней торговой сессии с небольшим символичным приростом. В целом, этот прирост был связан с тем, что вчера вышли данные по запасам нефти США. Это официальная статистика от Минэнерго США. И в этот раз корреляционная связь и, скажем, с данными от АПИ полностью совпала, потому что и от Минэнерго мы увидели незначительный прирост 0,2 миллиона за прошлую неделю. Стоит ли готовиться к тому, что мы вступаем, скажем, в новый период уже другого тренда, который будет предполагать систематичное увеличение запасов? Я считаю, что нет, поскольку на самом деле у нас по-прежнему серьезные, скажем, факторы, предпосылки, указывающие на то, что этот локальный фон мы будем продолжать использовать в качестве еще одного, скажем, аргумента для того, чтобы делать ставку на SEL, соответственно, позиции и Brent и WTI. Плюс ко всему, мы ориентируемся сейчас на американскую валюту. Если посмотрим фьючерсы по федеральным фондам, то они предполагают возможности повышения процентной ставки уже по итогам декабрьского заседания на уровне 68%. Напомню, что в конце октября показатель был гораздо ниже 30 с небольшим. И мы сейчас полномерно отрастаем вместе с этой вероятностью, поскольку все больше участников рынка присоединяются к идее того, что доллар еще не исчерпал своего потенциала роста. Поэтому, ожидая еще больше усиления позиций американской валюты, нужно делать ставку на позиционное давление на те активы, стоимость которых номинирована в долларах. Они будут слабеть, и это, разумеется, приведет к подстегиванию, опять же, коррекционного настроя в отношении углеводородов тоже. Для нас это еще один повод продолжать делать ставку, соответственно, на снижение и Brent, и WTI. Также мы ориентируемся на предстоящие заседания ОПЕК, которое пройдет в декабре. Я уже отмечал тот факт, что снижение квоты с 99% вероятности не будет. Более того, есть даже вероятность полагать, что ОПЕК может умудриться и даже поднять квоту. Даже фактические объемы, если мы сейчас будем анализировать, они уже гораздо выше, скажем, 30 миллионов баррелей в сутки, которая была проведена в качестве квоты. Но мы знаем то, что потенциальное партнерство ближневосточного картеля может усилиться еще и одним дополнительным членом Индонезии. И если это произойдет в ближайшее время, значит, квоту реально можно будет поднимать на полмиллиона баррелей в сутки. И фактически объемы, я думаю, что будут в связи с этим еще серьезнее, еще выше. Соответственно, у нас долгосрочные идеи остаются в силе. Мы не отказываемся от коррекционного настроя и возможности еще большего ослабления бренда и, соответственно, смещения к более низким ценовым значениям в районе 40 долларов за баррель. Что касается российской валюты. Актуальные котировки 64,83. И видим то, что поддержка 65 не устояла. Рубль умудрился продавить основного, в принципе, у конкурента доллара ниже этой планки. Если будем использовать, опять же, привычную логику конверсии сделки через актуальные курсы, как пары USDRAP, так и бренда, получится то, что рублевая стоимость баррелей нефти сейчас гораздо ниже 3000 рублей за баррель. Значит, стоит ожидать еще большего давления на российскую валюту. Я думаю, что в ближайшее время логика все-таки возобладает над трейдерами. И, учитывая высокую корреляционную связь, зависимость от стоимости главного энергоресурса, сырьевого актива для российской экономики, рубль будет тесниться, сдавать позиции своим основным конкурентам. Поэтому текущее значение можно смело рассматривать как очень хорошую возможность для того, чтобы войти в длинные сделки на долгосрок по более комфортным и привлекательным уровням. Также не, скажем, игнорируйте эту возможность. Идем дальше. Евро против доллара. В частности, если, опять же, закрыть глаза на небольшой символичный прирост в рамках вчерашней торговой сессии и не говорить про рост, который мы наблюдаем, серьезное, правда, укрепление на азиатской торговой сессии, позиционно главный валютный риск находится под давлением. И помимо национального макроэкономического фона, который указывает на слабость валютного блока, об этом мы говорим, по сути, каждый брифинг каждую неделю. Поскольку у нас появляется возможность находить, разумеется, дополнительные факторы, позволяющие нам делать ставку на разгрузку этого инструмента. Есть еще и другие факторы. Это, опять же, сильная американская статистика. Вчера макроэкономический фон европейского происхождения был пустой, поэтому мы сфокусировались, разумеется, на основных инфоповодах уже в рамках американской экономики. И особый фокус, скажем, внимания уделили протоколам последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США и выступлению рядом с поставленных чиновников монетарного кабинета, которые, как и ожидалось, высказали свою позицию относительно готовности американской экономики к повышению процентной ставки. Начнем с протокола. Опубликованные протоколы в целом подтвердили общий настрой трейдеров касательно того, что повышение процентной ставки уже реально стоит ожидать в декабре. Тем более, что я уже отметил вероятности, которые мы наблюдаем по фьючерсным фондам. Мы видим то, что трейдеры действительно делают большую ставку на то, что ФРС начнет уже действовать, и основания для этого есть. И хочу сделать маленькую, а может быть даже и не маленькую ремарочку, и она связана с тем, что вчерашние протоколы, по сути, транслировали прошедшее заседание Федеральной резервной системы монетарного кабинета. Но это заседание состоялось до выхода класснейших отчетов по состоянию американского рынка труда и данных по инфляции. И если даже не учитывать сейчас этот факт, можно говорить о том, что ФРС реально склоняется к повышению процентной ставки, и эти жесткие настроения присутствовали даже тогда, когда мы не увидели еще достижения по уровню безработицы целевого показателя 5%, мы не увидели оснований, тогда еще не видели оснований для роста индекса потребительских цен и заработной платы. И поэтому, поскольку мы получили подтверждение реального прогресса, как на рынке труда после заседания прошедшего, мы знаем то, что зарплаты выросли чуть ли не самыми лучшими темпами за последние пару кварталов. Мы знаем то, что инфляция сейчас достигла неплохого уровня, ну, по крайней мере, годовой эквивалент на целых 0,2%, а прошлая оценка 0%. Тоже прогресс очевиден. Учитывая то, что на протяжении практически года мы с американскими статистами и прочими участниками рынка, которые следят за этим отчетом и понимают то, что он создает ключевое основание для потенциальной решительности ФРС, по этому отчету мы-то здесь на месте. Сейчас есть прогресс. Поэтому реальное истинное позиционирование, которое сейчас должны разделять представители ФРС, оно еще более жесткое на самом деле. А значит, у нас как никогда сейчас достаточно оснований, чтобы верить в усиление позиций американца, ждать этот самый рост и, разумеется, делать ставку, длинную ставку на американца против всех основных конкурентов. И против японской иены тоже, и против рисковых активов. Параллельно ожидая такой же всплеск интереса к американским облигациям, но это для тех трейдеров, которые предпочитают трейдинг по оригинальным инструментам. Но я уверен, что среди вас, наверное, есть и такие. Поэтому, судя по позиции, опять же, судя по озвученной позиции согласно протоколам, у нас на текущий день, на сегодня должно быть больше, скажем, подтверждений, больше уверенности в том, что мы находимся в правильной сделке по паре USD и иена. Мы правильно делаем, сделали расчеты касательно того, чтобы американская экономика готова к нормализации денежно-кредитной политики. Осталось только дождаться декабрьского заседания, ну и, разумеется, увидеть по факту это решение. Плюс ко всему, вчера, кроме протоколов, состоялось еще выступление ряда высокопоставленных чиновников, ФРС, голосующих членов. В частности, это Лейкер, Локард и Дадли. Чтобы не распыляться, опять же, на риторику каждого из них, хочу отметить то, что Лейкер дал совершенно очевидный сигнал рынку о том, что он будет голосовать за повышение процентной ставки. После этого Локард, Денис Локард, который, в принципе, начал готовить нас к тому, что декабрьское заседание может оказаться прорывным, не изменил свои прежние позиции, отметив то, что если кто-то цепляется за инфляцию, это неправильная позиция, тем более, что последние данные реально подтверждают то, что инфляция растет. И инфляция, она не то чтобы на катастрофически низком уровне, она просто ниже целевого диапазона. Ну, какой-то смысл, конечно же, в таких формулировках есть. И, в принципе, я тоже верю в то, что инфляция продолжит расти и двигаться к своему целевому значению в 2%. На это понадобится много времени. Но самое главное, отчет уже оттолкнулся от дна, и мы знаем также позицию представителей ФРС, что даже комментарий последний со стороны Джанет Хеллин, что не стоит только зацикливаться на низкой инфляции. Есть еще куча других секторов, которые нужно анализировать и где нужно искать поддержку для решения по повышению процентной ставки. В частности, Локер также сказал о том, что будет голосовать за повышение процентной ставки. После этого состоялось выступление еще Дадли, где снова был подчеркнутый и обозначен прогресс на рынке недвижимости, на рынке труда, по потребительской активности в секторе, точнее даже в направлении роста заработных плат. И Дадли тоже указал на то, что повышение процентной ставки – это сейчас самый лучший сценарий, который можно дождаться. В общем, вчерашняя торговая сессия по доллару и по новостному фону американского происхождения. Нужно, чтобы вы все прекрасно понимали, что она оказалась очень результативной, очень успешной и многообещающей для перспектив доллара. Поэтому, несмотря на то, что сейчас мы увидим по USDY коррекцию, вы должны понимать то, что речь не идет о сломе восходящего тренда, потому что вчерашние сигналы, напротив, продолжают нас готовить к том, что пара USDY непременно доберется до уровня 125. А самое главное, чтобы не поддаться сейчас этим ложным рыночным заблуждениям, может быть, коррекция продолжится и в рамках сегодняшней торговой сессии, может быть, пара USDY вернется к уровням открытия к концу этой пятидневки. Но пройдет еще какое-то время, чем ближе декабрьское заседание, тем больше уверенности о среде трейдеров будет и, соответственно, уверенности, которая позволит делать ставку на рост американца против и рисковых инструментов, и японской валюты. Что касается евро-доллара, я отметил то, что у нас позиционная картина, опять же, не меняется. Долгосрочные цели, они остаются на прежних уровнях. 1.05 ждем и дождемся. Долгосрочная цель была через sell-stop продажа 1.07.50. Мы оказались в этой сделке, ждали уровень 0.6. 20 пунктов нам не хватило, примерно столько, для того, чтобы зафиксировать очень хороший профитный трейд. Сейчас мы видим актуальные котировки 0.7.10, но, может быть, небольшая погрешность, поскольку брифинг уже идет около 10 минут. Соответственно, прошу прощения, если котировки актуальны не совсем точные. Но в целом мы видим то, что пара держится выше уровня 1.07. У нас стоп-лост находится в районе 1.08 по краткосрочной идее, поэтому пока все в рамках штатного полета, мы даже в профите, и будем надеяться, что европейская валюта все-таки снова обратит внимание на вчерашний макроэкономический фон и начнет, точнее, придерживаться, продолжит придерживаться прежнего коллекционного тренда, на который она реально неплохо заряжена. Почему евро так активно растет сейчас? Может быть, опять же, жесткие комментарии, жесткое позиционирование со стороны федеральной резервной системы сейчас раздает панику среди фондовиков, в том числе и европейских. И потенциальная коррекция сейчас заставляет крупные фонды прибегать к хеджирующим позициям, в том числе по паре евро-доллара. И если делается ставка на ослабление европейской фонды, разумеется, здесь нужно искать, опять же, поддержку в хеджирующей позиции, направленной на рост европейского актива. Допускаю, что такая логика может присутствовать и сейчас. Но все-таки сейчас не будем давать и циклиться на этом, поскольку пытаться искать подтверждение, либо напротив, поддержку для абсолютно необоснованных длинных идей сейчас, напротив, создать какую-то двойственность представления о тех тенденциях, которые присутствуют на рынке и запутать тех трейдеров, которые все-таки, скажем, заручились поддержкой конкретного фундаментального фона и не обращают внимания уже ни на что. Этот конкретный фундаментальный фон, еще раз напоминаю, направлен на ослабление европейской валюты. USD-йена. Актуальные котировки 123.23, но все равно держимся выше поддержки 123. Вчера хай был 123.74. Я думаю, что в целом мы непременно доберемся до уровня 125. До него остается еще чуть-чуть. Но от вчерашнего хая было 130 пунктов, а учитывая волатильность USD-йена может легко пройти это движение, показать это движение даже в рамках одной торговой сессии. Фунт против доллара. Здесь сохраняется корреляционная связь с европейской валютой. Фунт растет. Это абсолютно необоснованный рост, ничем не подтвержденный. В случае усиления позиций американца, я думаю, что, опять же, давление со стороны доллара может усилить прежний фундаментальный негатив, особенно после публикации слабых данных по индексу потребительских цен. Годовой эквивалент, напомню, в Англии минус 0,1%. Это фактическая реализованная угроза дефляции. Вследствие чего, как я уже неоднократно отмечал, Банк Англии сейчас гадает, когда же лучше все-таки анонсировать решение по повышению процентной ставки. Мы уже решили, что вместе с представителями Банка Англии это случится не раньше 2017 года. Поэтому сейчас, даже в перспективе ближайших 6-7 месяцев, разумеется, лучше сделать ставку на ослабление британца, потому что за этот период существенно ничего не изменится. А напротив, есть даже риски того, что индекс потребительских цен в рамках британского мегарегулятора и экономики может просесть еще серьезнее. Сегодня в 16.30, точнее, в 12.30 по московскому времени будут опубликованы данные по ручной продаже в Англии. Если вы посмотрите на прогнозы, судя по пессимизму, опять же, большинство аналитиков, которые были опрошены и на основании позиций которых и была сформирована оценка, сегодня нас ожидает самый худший показатель в месячном эквиваленте с начала этого года. Я считаю то, что эта позиция не лишена смысла, поскольку за последнее время мы делали акцент на много негативных факторов по промышленности, сфере услуга, которые, в принципе, и темпом экономического роста, которые создавали условия для слабой потребительской активности, ну или являлись, по крайней мере, уже следствием слабой потребительской активности. От роличных продаж я сегодня не жду какого-то прорыва, прогресса и с большей долей вероятности полагаю, что сегодня они могут оказаться фактором негативным для британца и, наконец-таки, позволить трейдерам получить какой-то локальный фактор, чтобы распродавать этот валютный инструмент. У нас по-прежнему селл-сток в качестве краткосрочной идеи 1.51.50. До него мы не дотянули в рамках прошлых торговых сессий, но я думаю, что это вопрос времени. Тейк профит 1.50, стоп восс, исходя из этой идеи 1.52. Доллар-франк, вчерашний хай 1.02.18, то есть мы, по сути, добрались уже по паре USD с висей к тем уровням, с которых произошло вот это катастрофическое снижение после того, как в январе Национальный банк Швейцарии отпустил, скажем, отказался от привязки франка против европейской валюты. Мы дождались паритета по этому дуэту валютных активов. После этого я рекомендовал, скажем, оставаться в сторонке от трейдинга по этому дуэту валютных активов, поскольку нужно было последить за тем, как станут развиваться события дальше. Мы видим то, что уже добрались до очень мощного сейчас сопротивления. Оно устояло. На текущий момент актуальной котировки 1.0.1.55 USD с висей корректируется. Я думаю, что если USD с висей предпринять попытку снова оказаться выше уровня 1.02, значит тогда уже обратим еще большее пристальное внимание на перспективы этого тандема валютных активов и посмотрим, поищем возможности для трейдинга по нему. Поскольку в целом у нас по-прежнему серьезные ожидания еще большего ослабления франка, ведь даже судя по позиции Национального банка Швейцарии, слабость франка должна стать, скажем, опережающим следствием, нежели по сравнению с динамикой европейской валюты, потому что франка очень сильно, скажем, зависит от благосостояния национальной экономики, ну это, разумеется, характерно для всех активов, но в случае, скажем, решения программы количественного смягчения в еврозоне, это может стать причиной, скажем, не совсем уместного сейчас укрепления франка, и чтобы не допустить это укрепление, Национальный банк Швейцарии готовится к серьезным интервенциям, которые и создадут очень неплохие условия для ослабления этого актива. Австралийц против доллара 0.7167, это актуальные цены, в частности, по Австралии в ходе вчерашнего брифинга мы резюмировали много негативных факторов, они, разумеется, сохраняются сейчас на рынке. Самый, скажем, свежий из них – это снижение темпа прироста заработной платы, что в целом позволяет нам готовиться к более низким показателям по индексу потребительских цен, ну и фактически создает пространство для действий, для маневра Резервного банка Австралии, чтобы они не тянулись еще одним шагом по стимулированию экономической политики. Поэтому этот рост, который мы видим в рамках сегодняшней торговой сессии, он может быть также ложным локальным выпадом. Ни в коем случае не поддавайтесь его влиянию и по-прежнему анализируйте, опять же, тактический, стратегический макроэкономический фон, который указывает на то, что австралийц еще не исчерпал своего потенциала снижения. Новозеландская валюта против доллара. Актуальные котировки 0.6538. Здесь я хочу предложить вам обратить внимание на последний аукцион по стоимости молочной продукции. Напомню, что для Новой Зеландии именно молочная продукция является главным экспортным товаром. И согласно последнему аукциону цены упали третий уже, по сути, аукцион подряд, вот сразу на 11%. Значит, эти риски непременно будут, опять же, по логике своих вещей дисконтироваться в национальном валютном активе. И я ожидаю то, что в связи с этим резервный банк Новой Зеландии также начнет снова задумываться о возможности еще одного снижения процентной ставки, чтобы поддержать темпы экономического восстановления. Поэтому по НЗД и УСД у нас также долгосрочная цель остается прежней. Это снижение в район 0,62. Собственно, на этом все. Что касается основных макроэкономических событий сегодняшнего дня, это 12.30, еще раз напоминаю, роничные продажи. В 16.30 у нас заявки на пособие по безработице в США. Думаю, что отчет будет очередным сильным. И мы снова удержимся ниже 300 тысяч. И это может стать еще одним фактором роста американца против основных конкурентов. Ну и ближе к вечеру уже, к закрытию торговой сессии, еще состоится несколько выступлений представителей ФРС. Это Фишера и Локарда. Позицию Локарда мы уже знаем, но, может быть, очередной комплимент все-таки убедит еще пессимистично, по-прежнему пессимистично настроенных трейдеров касательно готовности американского мегарегулятора к повышению процентной ставки. Если это произойдет, у доллара будет еще один аргумент для радости, для более хорошего настроения. Ну и, соответственно, вместе с ростом доллара такое же хорошее настроение будет и у нас. Кодовое слово на сегодня. Позиция. Величина бонуса 12%. Действует он до завтрашнего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Если есть вопросы, вы знаете, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, ну, либо на, скажем, на специальном разделе нашего форума в аналитической ветке, где я, разумеется, непременно отвечу. Всего доброго. До свидания.